Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Витопульс. Мы с вами начинаем следующий вебинар серии основы физиологии с нашим прекрасным экспертом Еленой Алексеевной Арчибасовой, кандидат медицинских наук, врач, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета. И сегодня мы с вами поговорим о пищеварении в тонком кишечнике. Хорошего вам занятия! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как сказала Нина, сегодня мы продолжаем говорить о функциональном состоянии системы пищеварения. Сегодня мы удвигаемся дальше. Если на прошлом вебинаре мы с вами разобрали все процессы, которые происходят в желудке, что происходит с пищей в желудке, какие компоненты желудочного сока участвуют в пищеварении и какие могут быть нарушения, связанные с нарушением функции в желудке, то сегодня мы двигаемся дальше. И теперь уже не пища, а правильнее будем говорить химус. То, что, во что, вернее, преобразовалась пища в желудке, двигается в двенадцатиперстную кишку. Двенадцатиперстная кишка – это первый отдел тонкого кишечника. Вслед за двенадцатиперстной кишкой идет дождь и затем подздошная. Вот они отделы тонкой кишки. Ну, в основном, конечно, процессы пищеварения мы будем сегодня затрагивать те, которые протекают в двенадцатиперстной кишке. По-другому еще ее можете услышать название. Я буду так говорить. Это дуаденум. То есть по латыни это двенадцатиперстная кишка. Итак, химус двигается из желудка через особый сфинктер, который находится на границе между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Он открыт не всегда, он открывается периодически, тогда, когда это необходимо, и пропускает определенные порции химуса в двенадцатиперстную кишку. Порция проходит, сфинктер выкрывается. Через некоторое время он откроется вновь и пропустит очередную порцию химуса. Итак, вот двенадцатиперстная кишка. Сюда, как вы видите, открываются протоки желез пищеварительных. Ну, общее название, будем говорить, железа. Одна из этих желез – это крупная железа, поджелудочная железа. В латыни она называется еще панкреас. И оттуда мы иногда, я сегодня буду говорить, панкреатический сок, панкреатическая секреция. И сегодня мы затронем нарушение функции поджелудочной железы. Это панкреатит, состояние, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, в двенадцатиперстную кишку открывается проток поджелудочной железы. Что нужно сказать о поджелудочной железе? Ну, само название органа говорит о том, что она находится сразу под желудком. Это очень интересный, сложный орган, который выполняет много функций в нашем организме. Сразу хочу сказать, что орган, который включает в себя два отдела. Это экзокринный, тот, который непосредственно принимает участие в формировании сока поджелудочной железы, который принимает участие в пищеварении. Второй аппарат – это эндокринный. Это те островки, те участки железы, которые продуцируют гормоны, которые тоже наверняка все слышали. Это гормон инсулин и второй гормон, его полный антагонист – глюкогон. Но эти гормоны в двенадцатиперстную кишку не выделяются, так как они гормоны, они будут поступать в кровь. В жестоком крови разноситься по всему организму и оказывают свое регулирующее влияние. Следующий проток, который открывается тут же в двенадцатиперстной кишке – это общий желчный проток. Давайте обратим внимание. Вот она печень, которая располагается в правом подреберье. Функция печени – одна из печени. Огромное количество функций. Это продукция желчи. Желчь скапливается в желчном пузыре. И по мере необходимости, опять же, все это зависит от процесса пищеварения, принятия пищи, она будет поступать вот сюда, в двенадцатиперстную кишку. Плюс сама тонкая кишка тоже выделяет свой сок, сок тонкой кишки. И вот эти все пищеварительные соки участвуют в дальнейшем процессе пищеварения. Итак, как мы сейчас уже с вами обозначили, что в тонком кишечнике пищеварение происходит при участии ферментов поджелудочной железы, то есть сока поджелудочной железы, в котором содержится очень много ферментов. И мы сегодня про них с вами поговорим. Это сам кишечный сок и, конечно же, желчь. Итак, дуоденом, двенадцатиперстная кишка. 80% всего, что касается гидролиза, от 80%, то есть подавляющее в процентном соотношении величина гидролиза идет как раз в двенадцатиперстном кишке. Мы с вами на прошлом вебинаре говорили о том, что у человека пищеварительных соков выделяется довольно много. Вот сейчас, дойдя до двенадцатиперстной кишки, давайте еще раз поговорим, что за сутки в среднем в двенадцатиперстную кишку выделяется примерно около двух литров сока поджелудочной железы, выделяется примерно около литра-полутора литров желчи, ну и плюс сам сок тонкой кишки выделяется где-то около двух, двух с половиной даже литров. То есть продукция, секреция соков очень выражена, и нужно сразу сказать, что этот процесс очень энергозатратный. Все, что касается пищеварения, выделения соков, усвоения пищи, требует больших затрат энергии. Дальше, на что хочу обратить внимание. Когда мы с вами говорили о том, что происходит в желудке, мы вели речь о кислой среде. В желудке кислая среда за счет того, что там находится соляная кислота. Но химус, который там находится несколько часов, он поступает в двенадцатиперстную кишку и таким образом заносит туда вот эту вот кислую PH. А в двенадцатиперстной кишке среда должна быть щелочная. Но благодаря наличию соков пищеварительных, которые выделяются в таких вот обильных количествах, происходит изменение PH и восстановление, так скажем, щелочной реакции. Среды, которая вот в двенадцатоперстной кишке. Мы вначале начнем говорить о роли поджелудочной железы, о ее роли, связанной с пищеварением. То есть об экзокринном аппарате все не пойдет лучше. Сок поджелудочной железы содержит в себе большое количество ферментов. И вот давайте сразу договоримся, как мы будем называть эти ферменты. Конечно, каждый фермент имеет свое название. Но все ферменты делятся на три большие группы, в зависимости от того, что они расщепляют. То есть в гидролизе какого компонента они участвуют. Это группа ферментов под названием протеазы. Само название протеазы идет от слова протеин. Протеин – это белок. Значит, протеазы – это те ферменты, которые расщепляют белки в пище. Следующая группа ферментов – это амилазы. Амилазы – это ферменты, которые участвуют в гидролизе углеводов. То есть расщепляют сложные углеводы. И третья группа ферментов – это ферменты липазы. И само название липазы, липа, говорит о том, что это ферменты, которые будут участвовать в расщеплении липидов, то есть жиров. Вот эти все три группы ферментов представлены в соке желудочной железы. Итак, состав панкреатического сока – очень богат ферменты. Если мы говорим о ферментах протеолитической группы, то мы их даже назовем. Их несколько. Трепсин, химотрепсин называются ферменты. Это эластаза, карбоксипидазы, несколько видов. Эти ферменты, как мы сказали, расщепляют белковые молекулы. Ведь белок, который мы употребляем с продуктами питания, это очень сложная структура, это четвертичная структура. А белок усваивается организмом в виде мономеров, то есть составляющих частей этого белка. И вот в процессе пищеварения от сложной молекулы белка должны остаться эти мономеры. А мономерами белков являются аминокислоты. Так вот, с гидролизом белка мы познакомились еще в желудке, но дальнейший гидролиз происходит в 12-ти першной кишке под влиянием уже ферментов желудочной железы. И что остается от белков? Остаются отдельные цепочки, которые мы называем полипептиды, и даже происходит образование уже аминокислот. То есть составляющих, мономеров аминокислот. Ну, вот как это наглядно выглядит. Вот она сложная структура молекулы белка. В желудке еще произошла денатурация. В желудке поработали ферменты пепсины, разбили эту сложную молекулу на составляющие, и образовались вот такие вот цепочки. Полипептидные и олигопептидные, то есть состоящие из небольшого количества аминокислот. И вот в таком состоянии, теперь это все поступило в 12-ти першную кишку, где происходит дальнейшее пищеварение, дальнейшее переваривание. И посмотрите, что происходит в дуаденоме. Ферменты расщепляют теперь вот эти короткие пептидные цепочки на мелкие. Да, уже образуются такие димеры. И теперь уже эти димеры под влиянием ферментов распадаются, гидролизуются до составляющих мономеров. Мономеры – это аминокислоты. И вот уже аминокислоты могут пройти через стенку кишечника, то есть через клетки энтероциты, и в дальнейшем уже попадают в кровоток. То есть в кровоток попадают составляющие белков – аминокислоты. А в дальнейшем аминокислоты в организме, во внутренней среде организма, в крови, из них строятся белки, которые организму необходимы. Идет сборка белков, необходимых организму – это гормоны, ферменты, это состав клеточных мембран и так далее. То есть это вот эластическая функция у белка. Липиды. Липиды, то есть жиры, которые мы употребляем с пищей, в желудке практически не подвергаются гидролизу, ну, за исключением жиров молока, мы говорили. Потому что жиры молока, они уже сразу поступают в эмульгированном состоянии. Все остальные жиры нет. И поэтому тот фермент желудочная липаза, который работает в желудке, ну, она, будем так говорить, неактивна, за исключением детского возраста. Итак, в основном гидролиз липидов происходит в дуоденоме под влиянием ферментов сока поджелудочной железы. Основной фермент, который выделяет сок, это панкреатическая липаза. В результате работы липазы от большой молекулы жира остаются составляющие, мономеры. Мономерами липидов мы будем называть глицерин и жирные кислоты. Вот именно это, эти мономеры будут в дальнейшем всасываться. Однако, нужно сказать, что липаза панкреатическая, это активный фермент, но она не будет работать с жирами, которые не прошли фазу эмульгирования. А жиры в 12-ти сочной кишке эмульгируются под влиянием желчи. Поэтому скажем, что липаза панкреатическая липаза панкреатическая липаза панкреатическая липаза. Мы сказали, что это амилолитические ферменты. Этот фермент, который называется альфа-амилаза. Альфа-амилаза работает в 12-ти сочной кишке очень активно. Среда для нее должна быть слабо-щелочная. Она такая и есть в дуоденуме. Альфа-амилаза, встречались мы с ней вначале еще в слюне. Там она есть, но так как пища в ротовой полости находится в крайне короткое время, то она там не успевает работать с углеводами. А в 12-ти перстной кишке работает. В желудке работать не может, потому что в желудке среда кислая. В 12-ти перстной кишке под влиянием ферментов желудочной железы, углеводы, сложные углеводы. Чтобы было понятно, сложным углеводом является крахмал. Это сложный углевод, который под влиянием альфа-амилазы будет расщепляться на мономеры. Мономеры, всем известен такой мономер углеводов, это глюкоза. Именно глюкоза будет в дальнейшем создаться в сасывании. Вот все, что мы с вами съели. Это углеводы, белки, жиры, различные продукты питания. Все, что от них остается. Остается из них мономеры, простые составляющие, которые в дальнейшем будут всасываться. Итак, углеводы в процессе гидролиза ферментов амилолитических преобразуются до глюкозы. Белки в процессе гидролиза преобразуются до аминокислот. И жиры в процессе гидролиза под влиянием липолитических ферментов расщепляются до жирных кислот. И именно эти мономеры и будут в дальнейшем всасываться. Таким образом, мы с вами разобрали функцию сока поджелудочной железы. И давайте, так скажем, подведем небольшой итог. И скажем, что ферментов очень много. Не будет этих ферментов, соответственно, не будет полноценно усваиваться пищей. Будет страдать в целом весь процесс физиологии пищеварения. И это может привести к определенным функциональным расстройствам. Ферменты поджелудочной железы, нужно сказать, они очень активные. Они активные и даже в некоторой степени агрессивные. Поэтому в норме у человека ферменты, особенно протеолитические, вырабатываются в неактивном состоянии. И только в 12-перстной кишке они будут активироваться. Если ферменты бы вырабатывались сразу в активном состоянии, то происходило бы, будем так говорить, собственное переваривание клеток поджелудочной железы. А это очень тяжелая патология, которая будет называться острым панкреатитом. Такого в норме нет. Существуют определенные факторы защиты, и эти ферменты выделяются в неактивном состоянии. Активными становятся в дуоденами и приносят, выполняют свою функцию. Следующий компонент – это желчь. Желчь продуцируется клетками печени. Процесс этот происходит постоянно. Днем и ночью клетки печени продуцируют желчь. Желчь не сразу вся выделяется в 12-перстную кишку, а скапливается в желчном пузыре. Желчный пузырь, однако, может вместить в себя примерно где-то около 50-80 мл желчи. Желчь за сутки может вырабатывать, как мы сказали, в пределах 1,5 литра. Понятно, что в процессе пищеварения желчь из желчного пузыря вступает в дуодену. Но, однако, если пищеварение минимальное, либо человек сладает, к примеру, желчь все равно вырабатывается. Пусть не в таких больших количествах, но вырабатывается. Желчный пузырь вмещает в себя весь объем желчи, при этом он сам не растягивается. Там желчь концентрируется, там депонируется, концентрируется за счет того, что наблюдается процесс реабсорбции воды стенками желчного пузыря. И поэтому, если нарушается дренажная функция желчного пузыря, то это приводит к застойным процессам желчи в желчном пузыре и, так скажем, к уплотнению желчи с образованием уже плотных таких образований. Это может приводить к камнеобразование. Итак, основной компонент желчи – это желчные кислоты. Желчные кислоты, я их назову, есть первичные, есть вторичные желчные кислоты. Хенадезоксихолевая и холевая кислоты – это первичные, вторичные – литохолевая и дезоксихолевая. Вот они выполняют основную роль в процессе пищеварения, это в процессе эмульгирования. Обратите внимание, среда желчи также щелочная. То есть все, что происходит, касается процессов пищеварения в кишечнике, протекает исключительно при щелочной реакции пищи. В щелочной реакции кишечника. Итак, функция желчных кислот – это эмульгирование жиров. Что такое эмульгирование жиров? Эмульгирование жиров, если не будет этой функции эмульгирования жиров, если желчи в 12-перстном пешку будет выделяться мало, связанном, допустим, с нарушением оттока желчи, то липаза панкреатическая, о которой мы сейчас говорили, она не работает, она не будет участвовать в гидролизе жиров. Жиры таким образом не будут распадаться до своих мономеров, и они просто не будут всасываться. И жиры в неизмененном практически состоянии будут выходить вместе со стулом. И это приведет к тому, что это будет видно, нарушение функции пищеварения, связанное с нарушением панкреаса и работы печени и желчного пузыря, потому что одним из проявлений это будет наличие жирного стула, театарея так называемая. Итак, это эмульгирование жиров, это функция желчных кислот, это создает основные условия для работы липаз. Далее, желчные кислоты участвуют в образовании мицелл, то есть это образование такой структуры, жировой эмульсии, и благодаря наличию только желчных кислот, жиры проходят через барьер гликокаликса и проникают в энтероциты, в дальнейшем уже из энтероцита проникают в лимфатическое русло. То есть если мы говорим, допустим, об аминокислотах и о глюкозе, то они всасываться будут в кровоток. А все, что мы говорим о гидролизе липидов, то есть о жирных кислотах, они будут всасываться в лимфатическое русло вначале. Итак, желчные кислоты также принимают участие в стимуляции моторики кишечника, моторная функция, эвакуация химуса, продвижение химуса. А также обратите внимание, желчные кислоты участвуют в желчеобразовании. То есть это компонент желчи, но сам по себе этот компонент принимает участие в образовании себя же, то есть желчи. То есть желчь стимулирует желчеобразование. Это связано тем, что желчные кислоты, поступая в кишечник, частично затем всасываются в кровь, и по особой системе кровообращения, которая называется воротная вена, опять попадают в печень. И в печени извлекаются клетками печени гепатоцитами и встраиваются в образование новых порций желчи. Вот такая вот стимуляция элементами желчи себя же. И следующая функция – это бактерицидная. Бактерицидная функция, то есть они препятствуют развитию, будем так говорить, гнилостных процессов, то есть не дают развиваться микроорганизмам. Поэтому в норме желчь должна быть стерильная, и микроорганизмы никакие там жить не могут. Наличие микроорганизмов в желчи, ну допустим при пилоденальном зондировании, это всегда признак воспаления, признак холецистита. Давайте посмотрим на следующий слайд и посмотрим, что же такое эмульгирование, о котором мы сегодня так много говорим. Поступает в просвет 12-перстной кишки молекула жира. Такая вот она большая. И с этим жиром должна поработать липаза. Но она к нему пока подступиться не может. Почему? Потому что сначала этот жир подвергается обработке со стороны желчных кислот. Желчные кислоты у них выделяют две части. Одна из них будет называться гидрофильная, дословный перевод «люблю воду». А вторая гидрофобная «не люблю, боюсь воду». Если боюсь воду, значит люблю жир. По-другому будет называться липофильная. И вот этими липофильными частями, липофильными концами желчные кислоты проникают в эту большую каплю жира и гробят ее на несколько составляющих. Но при этом на поверхности остаются гидрофильные элементы. И у нас получается такого рода эмульсия, мелкодисперсная, разбитая на несколько капелек, снаружи окруженных гидрофильными частями. Вот теперь созданы абсолютно все условия, чтобы теперь с такой вот эмульгированной каплей жира работала липаза. Тот фермент, который, посмотрите, расщепляет каплю жира до составляющих, то есть до жирных кислот и глицерина, которые в дальнейшем будут всасываться. Но это еще не все. Желчные кислоты участвуют в образовании мицелл. Мы говорили уже сегодня об этом. То есть они вот таким образом окружают эти маленькие жировые молекулы, липиды при этом находятся в центре, желчные кислоты снаружи, окружают они липиды гидрофильными элементами. И вот благодаря наличию вот таких мицелл происходит транспорт липидов из просвета кишки во внутреннюю среду организма. То есть лимфа, мы говорим. Итак, если желчь образуется постоянно, то процесс желчевыделения, он не постоянен. Он, так скажем, регулируется определенными моментами. Но мы остановимся, конечно, на моментах, связанных с приемом пищи. То есть когда человек употребляет пищу, стимулируется процесс желчевыделения. Однако не все продукты стимулируют процесс желчевыделения. Мы понимаем, что желчевыделение – это выделение желчи из желчного пузыря в 12-перстную кишку. Жирные продукты стимулируют желчевыделение. Ну, это любые жирные продукты. Это растительные масла, это молочные продукты, это мясо. И вот здесь я привожу еще такое вещество, как сульфат магния. Наверняка вы слышали про такое вещество. Если кто-то когда-то ходил до аденального зондирования, когда получают порции желчи, то всегда предварительно назначают диету, которая бы стимулировала желчевыделение, и вводят сульфат магния. Это именно то вещество, которое стимулирует желчевыделение, расслабляя сфинктер. То есть, будем так говорить, проток общего желчного пузыря, и это облегчает желчевыделение. Соответственно, если нарушается анатомия желчевыводящих путей, если есть препятствия для выделения желчи, допустим, в виде конкрементов, то прием жирных продуктов, он стимулирует желчевыделение, а желчь не выделяется в результате вот этого препятствия. И, во-первых, это болевые проявления, и в целом страдает функция пищеварения и усвоения жира. Итак, в результате работы ферментов, в результате работы желчи образовались мономеры, простые составляющие группы жиров и углеводов, которые в дальнейшем всасываются. Что же такое всасывание? Всасывание – это процесс переноса продуктов гидролиза пищевых веществ из полости желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу, а также в межклеточную среду, или, так будем говорить, тканевую жидкость. Таким образом, смысл питания, всего процесса питания, функционирование всей системы пищеварения заключается в том, чтобы донести то, что лежало на тарелке, в виде составляющих, в виде мономеров, в виде продуктов гидролиза во внутреннюю среду организма. Аминокислоты, мы сказали, это строительный материал, строительный материал клетки, гормонов, ферментов, факторы роста, работа клеток мозга и так далее. Глюкоза – это источник энергии. Глюкоза – это источник питания мозга основной. Липиды, жиры – опять же, это источник энергии, это субстрат для образования половых гормонов, это формирование клеточной мембраны. То есть вот функцию, которую приносят нам те продукты, продукты гидролиза, которые мы извлекаем из продуктов питания. Ну вот здесь вот сейчас я хочу показать, как это все происходит. То есть на границе между просветом кишки, будем считать, что здесь просвет кишки, это клетка, клетка кишечника энтероцит, а это уже кровеносный сосуд. И вот таким образом, вот она, почка, состоящая из четырех составляющих, под влиянием ферментов, она разделяется, добится на мономеры, которые, посмотрите, должны проделать сложный путь. Они должны пройти с просвета кишки через одну мембрану клетки, попасть в саму клетку, да, тонкой кишки, а затем уже из клетки пройти через другую мембрану и попасть уже в кровеносное русло. Процесс сложный, процесс очень энергозатратный. Так как мы сегодня говорим о пищеварении в тонкой кишке и посвятили часть вебинара роли поджелудочной железы, то мы затронем сегодня нарушение функции поджелудочной железы, которая называется панкреатит. Панкреатит, нужно сказать, это серьезное, сложное заболевание. Панкреатиты бывают острые и хронические. Что касается острых панкреатитов, это острая, можно сказать, претентная ситуация, мы не будем ее сегодня разбирать, которая требует неотложного врачебного, профессионального вмешательства, которое может привести к очень серьезным последствиям. Сегодня мы затронем вопросы, касаемые хронического панкреатита. Ну, само слово панкреатит говорит, что это воспаление поджелудочной железы. Еще раз, орган сложный, орган интересный, выполняет много функций. Остановимся на этих функциях. Это две функции. Первая, о которой мы сегодня с вами разговариваем, это выработка пищеварительного сока. Сока, который богат ферментом. Сок, который выделяется в 12-перстную пищу. И вторая функция, это эндокринная. Это выработка гормонов. Ну, прежде всего, это еще раз хочу сказать, инсулин. И второй гормон глюкогон, который принимает участие в регуляции углеводного обмена. Ну, инсулин слышали все, и все знают о нем, что этот гормон, который снижает уровень глюкозы крови. И при его недостаточности развивается заболевание, развивается сахарный диабет. Итак, причины, которые могут привести к развитию хронического панкреатита. Ну, их несколько. Остановимся на наиболее распространенном. Прежде всего, это систематическое употребление алкоголя. То есть алкоголь – это мощно раздражающий фактор, который является ведущим в этиологии развития хронического панкреатита. Следующее – это заболевания билиарной системы. Билиарная система – это заболевания, связанные с нарушением функции оттока желчи. Мы видели, как в анатомии все это близко связано. Проток поджелудочной железы, проток желчного пузыря открываются рядом друг с другом. Дальше – это травмы поджелудочной железы. Это прием каких-то токсических веществ. Ну, алкоголь – это токсическое вещество. Это прием различных лекарственных препаратов, которые обладают панкреотоксическим действием. Это различные вирусные инфекции. Причем это могут быть вирусные инфекции, которые даже инфекции могут привести к развитию хронического панкреатита. Ну, и это наследственные факторы. То есть это предрасполагающие факторы. Итак, что является симптомами панкреатита? Чем проявляется хронический панкреатит? Ну, прежде всего, это будет нарушение функции пищеварения. Сказали, да, ферментативная функция нарушается, значит, страдает в целом система пищеварения. Неустойчивый аппетит, в целом страдает, да, пищеварительная функция. На чем это отражает? Это отражается, прежде всего, на изменениях стула. Стул неоформленный, он, в зависимости от того, что продукты недостаточно подвергаются обработке, пищевариванию, значит, они могут, продукты эти недостаточно переваренные, появляться в стуле. Соответственно, вот они, характеристики стула. Он зловонный, частицы непереваренной пищи содержатся в стуле. Это нарушение стула, неустойчивость его, это либо запоры, либо, наоборот, это жидкий стул. Пациенты беспокоят боли в области пупка, и очень часто основным таким проявлением панкреатита, особенно при обострении, являются так называемые опоясывающие боли. Опоясывающие боли в области поясницы, ну, конечно, с более, так скажем, выраженными проявлениями с левой стороны. Если это хронические проявления и продукты не усваиваются, пищевые компоненты не усваиваются организмом, то наступает истощение. То есть, ну, человек теряет массу тела, истощение происходит. Ну, если это уже, так скажем, длительно текущее состояние, это упадок сил, слабость, дряблость мышц. Это связано с нарушением усвоения белка, прежде всего. Панкреатит может быть у представителей различных типов конституции, и у вата, и у пита, и у капха представителей, но все-таки более подверженное развитию панкреатита – это представители вата типа конституции. Профилактика. Ну, вот, если мы знаем, так скажем, факторы этиологии, которые приводят к развитию панкреатита, то можно, да, сразу догадаться, что будут являться факторами профилактики. Ну, прежде всего, это, ну, отказ от алкоголя, либо умеренное принятие алкоголя. Ну, будем так говорить, отказ от алкоголя, да. Это своевременное выявление и лечение заболеваний желчных путей и в целом заболеваний желудочно-кишечного тракта и желудка, и 12-перстной кишки, так как система пищеварения мы видели и по анатомии, и по физиологии, все органы очень тесно, связаны между собой, общая система и кровообращения, и иннервации. И, конечно же, это правильное питание. Правильное питание включает, значит, грубое, животные жиры и острые продукты, острые приправы. Все может привести к обострению панкреатита. Соответственно, это все нужно исключить. Итак, теперь давайте поговорим по типам конституции, каковы характерны, ну, особые проявления течения панкреатита по типам. Итак, панкреатит вата типа. Ну, как обычно, да, проявления вата типа сопровождаются, так скажем, с чем? С доминированием энергии воздуха, да, эфиром. Поэтому здесь будет проявление в виде газообразования, сдущий живота, это мигрирующая боль по всей области живота, сухость кожных покровов, сухость, крайняя сухость, это проявление трещин. Трещины могут появляться на языке и в области ануса. То есть, с чем это связано? Ну, это связано с проявлением геморроя. Во-первых, если это идет запор, то есть нарушение эвакуаторной функции трудно, стул сухой, твердый, то процесс дефекации нарушен. Это может привести, конечно же, к трещинам в области ануса и к проявлению геморроя. Однако может происходить чередование как раз дефекации. Может быть, стул как водянистый, даже пенистый, и вот как раз проявление сухого, такого твердого стула. Это все говорит о нарушении процессов пищеварения, связанных с ферментативной недостаточностью. Ну и, конечно же, меняется общий статус, который затрагивает повышенные возбудимости. То есть, пациента беспокоит, ну, прежде всего, что это? Бессонница, повышенная возбудимость, человеку трудно сосредоточиться, и в целом, общий эмоциональный фон – это депрессия. Да, могут появляться и трещины на губах тоже. Это я отвечаю на вопрос сразу. Питотип конституции. Для представителей питотипа – проявление панкреатита. Ну, все, что связано для представителей пито – это характерны воспалительные реакции. Они ярко выражены. И вот здесь тоже это будут проявления воспаления. Это могут быть изъязвления на слизистой кишечнике, язвочки, да, могут проявляться, либо это ощущение жжения. Человек ощущает жжение вот в области живота. Стул, если это будет жидкий стул, то это желтый цвет, как правило, характерен для представителей питотипа. И нарушение усвоения продуктов питания, основных пищевых компонентов, склонность к анемии. Нарушение усвоения соответствующих продуктов может привести к анемии. Если говорить об эмоциональной сфере, то для представителей пито классические проявления – это раздражительность и проявление чувства гнева. Если мы говорим о представителе капхотипа и течении у них панкреатита, то нарушение стула сопровождается с появлением слизи, слизеобразования. Это тупая боль в области живота, общая тяжесть, особенно связанная с приемами пищи. Ну вот, застойные явления в легких, но сюда отношу, потому что это косвенно касается тоже процессов слизеобразования. И склонность к отекам и к диабету. То есть для представителей капхотипа нарушение экзокринной функции поджелудочной железы чаще, чем для представителей других типов, будет затрагивать и изменение эндокринной сферы. Возможно, потеря веса, но для представителей капхотипа это незначительно. Да, продукты, компоненты питания усваиваются не так, как хотелось бы, но тем не менее, истощение не так проявляется, как для представителей вата типа конституции. Итак, прежде всего, нужно обратить внимание на диету. Если мы говорим о терапии, ну, о терапии, конечно, громко сказано, мы будем говорить о том, как можно избежать этого, да, профилактика. И, прежде всего, диета и режим дня. Это то, с чего начинается терапия любого заболевания. Итак, прежде всего, диета. Ну, диета говорит о том, что нужно давать использование простой пище. Простой и той пище, которая будет легко усваиваться. Это, прежде всего, молочная пища. И вот самым рекомендуемым продуктом при хроническом панкреатите является простокваша. Простокваша лучше всего домашнего приготовления. А также это блюдо из цельных круп. И, посмотрите, очень хорошим в питании это простые крахмалосодержащие продукты. То есть, это блеводистая пища. Те продукты, которые содержат курицу, рис, басмати и картофель. Однако, при лечении панкреатита можно использовать особые специи. Мы вначале сказали, что различных раздражающих и острых специй нужно избегать. Да, это так. Но особые специи, тем не менее, помогают выйти из ситуации, связанной с хроническим панкреатитом. Это те, которые сочетают острые и вяжущие вкусы. Обратите внимание, это москатный орех, кардамон, пипали, гвоздика, корица, фенхель, кумин, мертон. Я перечисляю такие специи, которые вполне допустимы при диете, связанной с хроническим панкреатитом. Теперь мы обратимся к оценке функционального состояния, которую можно косвенно определить и по аппаратно-программному комплексу PEDA-Pulse. И обратимся к таким вкладкам, как модуль меридианы, баланс и модуль недана. Итак, в общем, если мы говорим о модуле меридианы, то два канала, два меридиана, которые могут, скажем, натолкнуть нас на мысль о том, что есть изменения, касаемые со стороны функции поджелудочной железы. Это непосредственно сам меридиан поджелудочной железы и селезенки, то есть это четвертый меридиан. И, соответственно, это меридиан тонкой кишки. Шестой меридиан. Вот они, два меридиана, на которые нужно обратить внимание. Как правило, если мы говорим о хроническом процессе, то эти меридианы будут находиться в состоянии истощения. То есть в желтом спектре. Ну, однако, я привожу вам вот скриншот, где меридианы могут находиться и в состоянии истощения, и меридиан, если находится в состоянии напряжения, это красный цвет, это верхний скриншот, меридиан поджелудочной железы и селезенки, то это всегда будет свидетельствовать в сторону обострения, остроты процесса. Но, тем не менее, изменения функций со стороны поджелудочной железы этот меридиан будет отражать. Следующая вкладка – это вкладка недана, вкладка субдоша. Здесь мы смотрим на такие компоненты. Если мы говорим о вата субдошах, то это сама на вата, и если мы говорим о пита, то это пачака пита. Ну, что отражает сама на вата? Вот я здесь показываю истощение и по сама на вата, и по пачака пита. Сама на вата – это та субдоша, которая отражает силу, которая управляет в целом всеми процессами в пищеварительной системе. Это та сила, тот компонент, который отвечает за усвоение пищевых компонентов. Но, если говорить о физиологическом представлении, то это регуляция всей системы пищеварения, связанная непосредственно с усвоением. Так вот, сама на вата при хронических панкреатитах она находится в состоянии истощения. Вот показатель, да, в желтой зоне. Если же мы говорим о пача капита, то это та субдоша, которая отвечает за пищеварение в тонкой кишке. А именно за тот компонент пищеварения, который отвечает за ферментативную активность. Как раз ферментативную активность, связанную с функцией поджелудочной железы, и сюда же относится и функциональная роль желчи. Соответственно, при хронических состояниях пача капита также будет находиться в состоянии истощения. следующая вкладка это вкладка недана, ее раздел тхату, ткани. Вот здесь нужно обратить на ткань, на тхату медос. Медос это в целом жировая ткань. Почему мы говорим о жировой ткани? Потому что все, что касается нарушениям связанных с функцией поджелудочной железы, я про это сегодня уже говорила, так или иначе отразится и на функции эндокринного аппарата поджелудочной железы, связанной с секрецией инсулина, того гормона, который принимает участие в углеводном обмене, того гормона, который снижает уровень глюкозы крови, переводя, будем так говорить, определенное количество глюкозы из крови в клетке, и прежде всего это клетки жировой ткани, поэтому нужно обратить внимание на состояние медос, и это состояние может находиться как в истощении, медос может находиться, так хату-медос может находиться и в состоянии напряжения, то есть эта ткань хату медос характеризует состояние, которое называется инсулино-резистентным, то есть нарушение будем так говорить рецепторов клетки жировой ткани воспринимать инсулин, и здесь мы разделяем два состояния, если мы видим, что медос находится в истощенном состоянии, то есть его мало, от хату проявляет себя, то это свидетельствует о преобладании процессов катаболизма. Еще раз, извините, пожалуйста, если мы говорим, что медос заблокировано, то есть это преобладает процессы катаболизма, как я сказала, в медицине это называется липолиз, то есть это будет способствовать образованию жировой ткани, то есть это липолиз это разрушение жировой ткани, лизис, разрушение. Еще раз, если медос недостаточно, это свидетельствует о процессах катаболизма, то есть разрушения, то есть говорит в пользу липолиза разрушение жировой ткани. Разрушение жировой ткани дает повышенное энергообразование и в какой-то степени можно судить об истощении. Если же мы видим, что медос находится в состоянии напряжения, то есть его много, то здесь мы говорим о том, что преобладают процессы анаболизма. И это свидетельствует о липогенезе, то есть об образовании жировой ткани, то есть об отложении, так скажем, жира. Но в той или иной степени это свидетельствует об инсулинорезистентности. Косвеном признаке нарушения функции поджелудочной железы. Также можно обратить внимание на биоэнергетику. Биоэнергетика в целом на состояние энергетического поля. Здесь, когда идет оценка в целом энергетического поля от возможных 100, в данном случае 72, и идет распределение энергетических потоков по всем внутренним системам, то обратите внимание, вот у нас селезенка и поджелудочная железа. Один процент это говорит об истощении энергии именно по этой системе, то есть о недостаточном функционировании со стороны поджелудочной железы. мы с вами уже говорили, что очень относительно и очень условно распределение энергетических потоков по всем вот этим органам и системам должно быть где-то примерно в пределах 10-80-12% соответственно истощение энергетических потоков свидетельствует о нарушении функциональном нарушении со стороны желудочной железы. Таким образом вот в совокупности показателей вкладки биоэнергетического поля, показателей инсулинорезистентности, показателей субдоши, самановата, пачака, пита и 4-го и 6-го меридиана можно косвенно судить об изменениях как правило хронических со стороны функции поджелудочной железы. каких-то конкретных маркеров касаемых вата, пита, капха конституции, проявлений, как мы делали это для язвенной болезни, как мы говорили о гипертонической болезни, для панкреатита выделить сложно. Для всех представителей различных типов конституции это общие такие показатели. и как правило заканчиваю свое сообщение всегда теми лекарственными растениями, в этот раз и специями, так как им отводится тоже значительная роль в терапии хронического панкреатита, которые можно применять, назначать для улучшения функционирования системы пищеварения для различного типа конституции. Как правило, если стоит плюс, то это показано для данного типа конституции, если минус, то не рекомендуется. На этом я заканчиваю сегодня свое сообщение. Всех благодарю за внимание и приглашаю вас на следующие вебинары о которых вы узнаете в рассылке. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Алексеевна. Очень познавательный вебинар. Дорогие друзья, завтра у нас будет очень важный вебинар по профилактике онкологических заболеваний. Вы еще можете в сайте соединитель зарегистрироваться. Ссылочку в чат отправила. Также рассылка по расписанию на март проведет у нас ожидаем сегодня ближе к вечеру. Те, кто не хочет ждать, вот, пожалуйста, ссылочка расписания на март. Всем спасибо большое, были рады вас видеть. До свидания. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok